Предприятия республики развивают сотрудничество с корпорацией «Газпром». Только в прошлом году объем совместно реализованных проектов превысил 7 миллиардов рублей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится с официальным визитом в Ямало-Ненецком автономном округе. Накануне здесь начали развивать новое месторождение газа и возводить промысловую базу. Подробности у Дмитрия Ковалева. Съемка из иллюминатора вертолета. Промысловая база Баваненкова в прошлом году начала работу на полную мощность. И накануне именно отсюда отправилась автомобильная колонна для освоения очередного месторождения газа – Харасовейского. Старт масштабному проекту в режиме телемоста дал президент страны Владимир Путин. Харасовейское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли, для укрепления нашего экспортного потенциала и для дальнейшей газификации самой России. В целом для роста национальной экономики. Запасы месторождения огромные – 2 триллиона кубических метров. Вместе с Баваненково – это почти 7 триллионов. Менее чем за три месяца мы построили временную автодорогу «Зимник», которую соединил Харасовей и Баваненково. Его протяженность свыше 100 километров. Начинайте. Внимание! В колонии начать движение на Харасовейское месторождение. В колонии более 30 единиц техники. Это бульдозеры, самосвалы, эскаваторы, трубокладчики, плитеозы. Сегодня с Сергеем Меншиковым встретился и глава республики. В рамках официального визита руководители субъектов посетили промысловую базу и вахтовый поселок Баваненково. Михаил Игнатьев отметил, что в реализацию проектов по добыче газа могут быть вовлечены и предприятия региона. Только на Харасовейском и Баваненковском месторождениях запасов голубого топлива хватит на 100 лет вперед. Главы регионов увидели, как на Ямале реализуют социально значимые проекты. Детский сад «Газовичок» возведен при поддержке инвесторов и был открыт в начале марта. Для дошколят здесь оборудовали бассейны, сенсорную комнату, скалодром и другие игровые площадки. Чтобы инновационная среда была доступна и инвалидам, установили специальные подъемники и пандусы. Это кадры из сюжета местного телеканала. Настоящий сказочный замок с видом на озеро Янтарное, выстроенный на месте заброшенного свайного поля, распахнул свои двери. 3 марта 2019 года навсегда войдет в историю Надымского района, как день рождения детского сада «Газовичок». Опыт в реализации подобных проектов необходимо перенимать, отметил Михаил Игнатьев. Соглашение о взаимодействии между Чувашской республикой и Ямалом было подписано 5 лет назад на форуме в Сочи. Тогда западно-сибирским регионом руководил нынешний министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин. Ямал такая территория, которую приезжали осваивать. Мы посчитали более 140 национальностей, которые сегодня живут, создали там семьи, в том числе жители республики Чувашия. Очень трудолюбивый народ. У нас хорошая диаспора, мы хорошо с ними сотрудничаем. Наши производители электротехнической промышленности, микропроцессорных изделий, автоматики, релейные защиты, сегодня практически через компании нефтегазовой промышленности поставляют. Это для нас рынок продажи через вот эти мощные компании на территории Ямала. И поэтому у нас очень много интересного, будем общаться. Объем товара оборота между регионами продолжает увеличиваться. Дмитрий Ковалев, Республика.